Если покров весело проведешь, то жениха хорошего найдешь. Если верить этой народной примете, то все незамужние девушки станицы Кутениковской в браке будут очень счастливы. Ведь сегодняшний праздник они отметили с размахом, красочно и шумно. С самого утра станичники собрались на месте, где совсем скоро начнется строительство нового храма. Казачьи гуляния поддержали гости из соседних поселков и Волгодонска, в том числе наша съемочная группа. Один из главных для казачества православных праздников – покрова Святой Богородицы – отметили сегодня в станице Кутениковской. Гуляния собрали не только всех станичников, но и многих гостей, среди которых, конечно, и много почетных. Донского казака Восточного округа Вячеслава Хижникова в станицу привели сразу три повода – Великий праздник, 20-летие казачьей общины и освещение участка под строительство храма. Но и не это самое главное. На родную землю казака ноги сами ведут. Большой праздник. Это покрова, это праздник всех казаков, а самое главное – донских казаков. И встречать его желательно все-таки на родной земле. В следующем году, безусловно, приеду. Может быть, даже если храм стоять и будет еще. Строить храм – это большое, тяжелое дело, и не так просто его построить. В любом случае я буду здесь и посмотрю, как строится храм. А когда он будет построен, с удовольствием поклоны положу там, где положено. Гости из хутора Потапа в такой день упустить тоже не могли. И приехали в станицу, как положено, не с пустыми руками. Песни и задорное настроение от потаповцев получил каждый, кто пришел на гуляние. Мы гости этой станицы. И мы приехали специально для того, чтобы поучаствовать в этом значимом мероприятии всего этого казачьего поселка. А мы считаем, что он казачий поселок, прежде всего. Освещать место – это очень значимое событие для людей. Это значимое событие. Рушить – это одно, а возводить – это другое. Это благодать Божья. Для казаков станицы Кутениковской покров в этом году стал еще более значимым. Сегодня епископ Волгодонский Исальский Корнили осветил место, где в скором будущем появится храм покрова Святой Богородицы. Наша станица православная. Испокон веков она была станицей. С начала века. В нашем Зимовенковском районе это осталась единственная станица, которая носит статус станицы. Поэтому здесь должен быть храм. Храм будет на 170 прихожан. Будет пять куполов на храме и один купол на звоннице. Когда планируется его видеть, это одному Богу известно. Но я думаю, мы сделаем это быстро. Особо запомнится этот день молодому поколению не только тем, кто водил хороводы и веселился под задорные народные напевы, но и тем, кто с сегодняшнего дня будет нести гордое звание «Донской казак». Это первый шаг вообще для нас. Мы приняли присягу. Я горжусь, что я казак. У меня предки. Была казачья кровь у предков. Я горжусь, что я тоже стал казаком. И ношу достойное имя казака. Должен уважать старших. Это первое. Второе, он должен знать свою веру. Что он должен верить в Бога. Покрова Пресвятой Богородицы считают праздником историческим. А в народе уновеян множеством примет и суеверий, связанных в первую очередь с началом зимы. Какая погода сегодня, такая и всю зиму будет, говорит народ. Поможет праздник определить не только замыслы небесной канцелярии. Покров считают еще и свадебным или девичьим днем. Например, если сегодня парень за девушкой ухаживает, быть ему ее женихом. А если ветер сильный дует, много невест будет. Так что присмотритесь. Ольга Трегубова, Петр Авдеенко, Новости ВТВ.